Время новостей на канале НТР в студии Алсу Яматова. Здравствуйте! В этом выпуске поджог в центре кредитования и с карты Сбербанка сняли 30 тысяч рублей. Сегодня примерно в 5 часов утра неизвестный поджог в центр микрофинансирования на остановке Тихая аллея. Случайная прохожая заметила огонь и вызвала пожарных, но тушить им ничего не пришло и зажигательная смесь, которую использовал злоумышленник, потухла. Огнем был охвачен квадратный метр. Скоро дознаватели надзорной деятельности отправят пробу жидкости в казанскую лабораторию, после чего будет принято решение о возбуждении уголовного дела. У 53-летнего нижнекамца мошенники сняли с пластиковой карты Сбербанка 30 тысяч рублей. Держатель денежного носителя решил закинуть деньги через банкомат, однако купюроприемник выдал ошибку и карта вместе с деньгами осталась в банкомате. Мужчина обратился в справочную банку, но там ему ничего конкретного не сказали. Вечером того же дня ему пришло сообщение в социальной сети якобы от сотрудника Сбербанка. Неизвестный попросил у него логин для устранения проблемы. Мужчина выполнил указание. В итоге с заработной карты сняли 30 тысяч рублей. В полиции возбудили очередное уголовное дело по статье «Мошенничество». Кошари в костюмах так называет свою дизайнерскую разработку ученица первой гимназии. Пять нарядов школьница шила собственными руками, на работу ушло полгода. Недавно девочка представила их на региональном этапе Олимпиады по технологии, где стала призером. Впереди всероссийский этап, он пройдет в апреле. В Нижнекамске в минувшие выходные прошли матчи зимнего чемпионата Татарстана по футболу. На своем поле дублирующий состав «Нефтехимика» принял команду «Нижнекамс-Нефтехима». В упорной борьбе с минимальным преимуществом победу одержали игроки «Нефтехимика». Другая нижнекамская команда также провела матч, но только уже на выезде. В челнах игроков команды «Шинник» принимали дублеры «Камаза». Игра закончилась со счетом 3-1 в пользу «Шинника». О погоде в Нижнекамске сегодня ясно, минус 3, ветер юго-западный. Через 2 часа смотрите очередной выпуск новостей. Мы расскажем ямы на Соболековской трассе и как будет выглядеть памятник воинам-интернационалистам. Напоминаю, что связаться с нами можно по номеру 40 07 70 или пишите нам на сайт ntrtv.ru. Не прощаюсь, увидимся на канале НТР.